Или, например, слово «мы». Говорят, это всего лишь местоимение. В древних образах заложены функции, которые мы перестали воспринимать. Потому неспособность многих историков правильно толковать образы древнеславянского языка, а порой и отрицание оного вносит в былую путаницу, а в будущее – конфликты. Зачем понадобилось, например, дому Романовых искажать историю? Не затем ли, чтобы обосновать и окончательно узаконить незыблемость передачи своей власти по крови, заставив русский народ поверить, что они долгое время были в подчинении у Орды и неспособны на самостоятельность? Сейчас, в принципе, уже много источников вышло, доказывающих, что никакого татаро-монгольского ига на самом деле не было. Первым эту тему поднял Гумилев. Рядом с ним пошли Фоменко и Носовский, которые тоже встали на эту точку зрения и позицию. Дело в том, что после захвата власти Владимиром в Киеве, Киевская Русь все больше и больше стала объединяться в своих действиях с христианской системой Запада. И уже при Владимире Мономахе Киевская Русь по существу представляла собой левый фланг христианско-крестоносного нашествия на восток. То есть, вот для нас с вами, это было нашествие на славянские земли. В официальной истории это практически нигде об этом не говорится. Но это де-факто, это так было. Именно Мономах в первую очередь организовывал свои походы против полуцеха, когда он ходил. В точном соответствии с канонами крестоносцев. И после Владимира Мономаха Киевская Русь распалась на три мощных системы, которые соперничали с друг другом. Это Киев, это Тому-Таракань и это Владимир-Суздальская Русь. Когда началась христианизация западных славян, то восточные славяне посчитали это предательством. И перед ними встал вопрос, как же быть? И вот тогда было принято решение принять новое имя народу по именам своих богов-покровителей Тарха и Тары, которые покровительствовали славянским народом от Урала и до Забайкальта. Так появились Тартары или Татары и появилась Великая Татария на месте древнего государства, которое называлось Россия. Ярослав Всеволодович перед так называемым татаро-монгольским нашествием ввел очень интенсивные связи с восточными славянами, с Великой Татарией. Ему не нравились крестоносные нашествия, в которым участвовал Киев. И он договорился о том, чтобы татария помогла своим профессиональным войскам, которые должно было изгнать крестоносцев на Запад и сохранить славянские устои жизни в Западной Волге. И вот этот поход состоялся. Он был как освободительный поход, предназначенный для ликвидации и для пресечения нашествия христианско-крестоносного нашествия. Результаты всем известны в этом отношении. Крестоносцы были разгромлены и в Прибалтике, и даже Ордынское войско дошло до Адриаттики, хотя и потом повернуло назад, но тем не менее восточные славянские земли были сохранены, и власть здесь уже под эгидой Великой Татарии стабилизировалась. Положительные явления, так сказать, прихода Ордынского войска состоят в следующем. Прекратились междоусобицы князей, потому что Ордынское войско это резко пресекало. Народ получил отдых на определенный период. То есть после всех этих крещений прекратилась вот эта резня междоусобная. И в этом отношении, прямо нужно сказать, что это был громадный шаг вперед, не назад, а вперед. И то, что официальные историки, базирующиеся на христианской, я прямо скажу, мифологии, сделали из этого страшный жупел, это неправда. Это фальсификация, которая не имеет себе практически равной в мире. В основе любой фальсификации лежит стремление к скрытому управлению для получения выгоды. Важным обстоятельством здесь является скрытость третьего участника, которому и принадлежит формула «разделяй и властвуй». Существует золотое правило, которое один мудрец сформулировал так. В любом конфликте всегда незримо присутствует третий участник, и лишь его незнание противоборствующими сторонами поддерживает конфликт. Когда третий участник обнаружен, конфликт гаснет. Человек или народ можно подавить силой, можно подавить шантажом, но с таким подавлением можно справиться, так как это открытое подавление. Самое эффективное подавление, которое трудно обнаружить, это обман, а самый грандиозный обман – это разделение веры на религии. Вы все еще думаете, что это процесс естественный или случайный? Тогда это болезнь с потерей сознания. Не живите по законам, что создали люди, дабы лишить вас воли, а живите по законам Бога Рода Единого. Эта заповедь Бога Рамхата призывает хранить целостность человека, его единство с родом и природой, которые измечены. Субтитры создавал DimaTorzok